Так как же поддержать и удержать стремление малого бизнеса, работать на экономику области и работать в разных сферах и уголках региона? Нам ответит председатель региональной фермерской организации Михаил Силантьев. Михаил Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Вот сегодня, готовясь к нашей беседе, наткнулся на интересную цифру. Создано в регионе работает 300 фермерских хозяйств. Вот про импортозамещение как раз депутат Анин у нас говорил. Ну, в общем-то, неплохо, 300 фермерских хозяйств. Ну, 300 хозяйств, это на самом деле очень мало для Архангельской области. У нас, сами понимаете, численность населения области, это около миллиона человек. Из них треть живет на селе. То есть, около 300 тысяч человек живет на селе. Из них всего лишь 300 фермерских хозяйств. В соседней Вологодской области, допустим, да и вообще везде, в средней полосе России, у нас по 300 хозяйств на каждый район. То есть, это говорит о чем? Что на самом деле у нас очень много людей, которые занимаются сельским хозяйством, они держат животных, выращивают какие-то, значит, там картофель, другие овощи, но они не зарегистрированы. Вот от этого у нас идут проблемы низкой собираемости налогов на селе. У нас на селе нет денег, бюджеты муниципальные пусты, потому что нету предпринимателей. А почему они не регистрируются? В чем здесь проблема? А здесь проблемы у нас нескольких планов. Первое, самое очевидное, то, что на виду лежит, это налоговая нагрузка. То есть, человек зарегистрировав, сразу получает налоговую нагрузку. Плюсом к этому, да, у нас с этого года для начинающих ввели льготы, там, да, несколько, там, два или три года, по-моему, их не будут мутузить налоговые органы. Но все равно ведь у нас заработал, ты не заработал, налоги-то заплати. Это во-первых. Во-вторых, для чего регистрироваться? Основная у нас причина, зачем люди регистрируются, чтобы получить государственную поддержку, чтобы брать кредиты, чтобы получать компенсацию из бюджетов. Но для большинства сельскохозяйственных направлений у нас этих поддержки-то видов нет. Плюс у нас нет кооперации, о которой мы вот давно бьемся. Кооперация это все, это без кооперации у нас никогда не будет развития сельского хозяйства. Но эта кооперация у нас пока что не поддерживается. Впервые в этом году Архангельской области в бюджет заложили небольшую копеечку на кооперацию. Но надеемся, что в будущем потихонечку мы начнем это дело выправлять, но это очень длинный путь. А почему? Потому что сельскохозяйство это одно из самых дорогих, как это ни странно, направлений. Ведь смотрите, чтобы купить один комбайн, минимум 10 миллионов надо. То есть это очень затратное оборудование, техника нужна. Один самый простой трактор стоит под миллион рублей, сами понимаете. А животные сколько стоят тоже. Поэтому в сельское хозяйство нужно вкладывать. Мы не просим вкладывать только на безвозмездной основе. Мы не просим пустых вот этих субсидий. Предприниматели, фермеры готовы брать кредиты. Ну пусть они будут нормальны. Но по 20% это нерентабельно. Причем самое главное ведь даже не процент. Самое главное, что корову, когда ты купишь, она у тебя молоко начнет давать только через год. А когда ты взял кредит, ты уже его сейчас, уже завтра должен нести какие-то взносы. С какого дохода ты их заплатишь? Нету этого дохода. Доход получится через год-полтора. Соответственно, нам нужны кредиты, как во всем мире, которые идут. Под 2-3 года, чтобы не было кредитных там никаких, чтобы дали кредит тебе. И 2 года хотя бы у тебя не трогали тебя. После этого ты уже можешь действительно отдавать. Это во всем мире сделано. Это было всегда. Ведь расцвет сельского хозяйства у нас во времена Столыпина. Ведь от чего подошел? Потому что Столыпин дал кредиты. Льготные кредиты под 1,5% годовых. Людям стало дешевле покупать сельское хозяйство, в том числе и сельхоз земли, чем брать в аренду. И нам это тоже надо добиваться. Михаил Сергеевич, замечательные тезисы. Но в то же время вы обозначили много проблем, по которым люди из села уезжают в город. А из города в село-то неохотно сегодня едут. Хотя, собственно, среди фермеров, я знаю, есть примеры такой вот смены образа жизни. Да, это наш любимый фермер. У нас фермер одного из первых созывов, это Ольга Максимовна Зайцева. Она работала когда-то на телевидении, многие телевизионщики еще ее помнят. Она в свое время, там более 20 лет назад, уехала в Глуш, в Глухомань, в Онежский район. А тогда еще не было прямой дороги-то на Онегу. Тогда ехали через Пресец, там около 500 километров, по-моему, вот в такую Глухомань. И, значит, вот эти 20 лет она подымает там хозяйство. Очень много сложностей, очень много трудностей. У нее только за последнюю пятилетку там она и горела, и горели фермой, и наводнениями заливала, и чего там только не было. Очень тяжеленный, но работает, бьется. Это, ну, один из светочей наших. Михаил Сергеевич, я понимаю, что вам очень приятно рассказывать о своей доброй, знакомой, положительном примере Ольге Зайцевой. Но пусть она и сама возьмет слово. И, в общем-то, по телефону из деревни Верховья, Онежского района, фермер Ольга Зайцева. Сначала думала, что это ненадолго, а потом это все зафинуло. Я чисто городской житель. К сожалению, у нас даже дачи не было раньше. То есть с землей никакого отношения не имело ни животных, ничего, кроме кошки и собаки. Ну, а здесь все стало получаться, все стало на свои места. И я поняла, что я здесь нужнее, чем на своей прежней работе, где меня заменили на студии телевидения. И народ этого не заметил. А вот здесь я считаю, что я на своем месте. Хотя очень сложно. В марте у нас будет ровно 25 лет официально документу, по которому мы зарегистрированы как фермерское хозяйство. За это время вместе со страной мы прошли все невзгоды. Ну, и в сельском хозяйстве вы понимаете, что это бизнес не такой прибыльный. Но пока деревня живет, хозяйство работает и строим планы на будущее. Михаил Сергеевич, как же сделать так, чтобы положительный пример фермера с 25-летним стажем Ольги Зайцевой он стал заразительным и не только для фермеров-предпринимателей, но и власти на всех уровнях, чтобы задумались? На самом деле, как это сделать, это сделать достаточно легко. Не хватает одного главного – денег. Потому что я уже говорил, что для начала хозяйства нужно вложить. И вложить очень много. Надо построить фермы, купить животных, купить технику и так далее. Во-вторых, надо решить вопросы реализации продукции. Ведь сейчас самая главная проблема для любого фермера – даже не начать денег. У нас в связи с тем, что вот, по-моему, сколько уже получается, 4 года назад на нашем фермерском съезде Владимир Владимирович Путин приехал и дал старт, ну, по нашим просьбам, мы несколько лет уже эти просьбы до этого еще говорили, дал старт нескольким фермерским программам. В том числе, значит, для начинающих фермеров, вот мы раздаем уже вот в Архангельской области третий год идет эта программа, по полтора миллиона рублей для начала бизнеса, для действующих хозяйств еще большие суммы, сейчас вот для кооперации и так далее. То есть деньги для начала, для развития есть. У нас проблема в том, что реализация продукции. Вот на этом сейчас все остановилось. Пока мы не создадим структуры, которые будут собирать с маленьких фермеров продукцию, маленькими партиями, делать из этих партий большую партию и после этого уже реализовывать там магазины, там бюджетную сферу. Вот этот момент очень важен для нас. Ну и поддержка нужна в виде консультационных центров, потому что многим надо помогать. Вот действительно люди из города уезжают, им надо подсказать, какой вид картофеля. Картофеля существует несколько там сотен видов и так далее. Михаил Сергеевич, вот если подытожить ваш замечательный эмоциональный и не без оснований, выстроенный ответ, все-таки выгодно ли сегодня частному предпринимателю в сельском хозяйстве? Если грамотно построить бизнес, то выгодно. Даже без поддержки, даже, значит, ну все равно какой-то финансовый рычаг нужен, но делать сельскохозяйственный бизнес выгодно. У нас есть колоссальные, классные, отличные примеры, дай бог, если нам с помощью вашей передачи удастся их потом осуществить. Непременно, непременно. Да, я готов поехать в любой район, показать. У нас вот такие есть классные примеры развития. Есть и минусы печальные, но в основном эти минусы от того, что нехватка качественного менеджмента на селе. Ну, будем помогать. Михаил Сергеевич, благодарю вас. Я понимаю, что тема еще не исчерпана, мы ее обязательно поднимем в следующих выпусках. Эта тема бесконечна, как продукты, они нужны каждый день. Это безусловно. Ну, надеемся, что все-таки ажиотаж вокруг темы кризиса и малого среднего бизнеса закончится. И мы с вами уже затем будем говорить о прогрессии в этой сфере. А пока я вас за беседу благодарю. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова